Артем Галямов не гурман, но старается правильно питаться. Утром каша, на обед обязательно первое. Если говорить о блюдах, то парень, конечно, за разнообразное школьное меню. Но всем угодить сложно. У всех, в принципе, все по-разному. Потому что кому-то нравится, кому-то не нравится. И насчет других блюд можно поменять, не спорю. Это главное для того, чтобы всем понравилось. О вкусном, а главное, разнообразном питании в четвертой школе заговорили около года назад. В образовательном учреждении провели опрос среди учеников, который выявил предпочтение ребят. А затем поэтапно в школьном меню заменяли какие-то блюда и включали те, которые просили детям. Хочется какого-то разнообразия, чтобы были омлеты и каши разные, и запеканки. Ну вот, основное меню на завтрак, чтобы это было присутствовать всегда. Ну и обеды разнообразные. О вкусном, а главное, разнообразном питании в четвертой школе заговорили около года назад. В образовательном учреждении провели опрос среди учеников, который выявил предпочтение ребят. А затем поэтапно в школьном меню заменяли какие-то блюда и включали те, которые просили детям. Работа эта была проделана не зря. Она переросла в целый проект, который в этом году был выдвинут на соискание премии «Наши Подмосковья». На завтрак, конечно, никто из детей не любит кашу, но мы все равно ее оставили, потому что это полезно. Манная каша, каша дружба, пшенная каша и прочее. Несколько видов каш мы оставили из нового меню, но дети у нас любят макароны с сыром, сосиски с гречкой. И в меню тоже были блюда добавлены. Может быть, у нас будут оладьи, но это, конечно, достаточно проблематично. И мы заменили на творожную запеканку. У нас дети тоже очень хорошо едят ее. Если в этом месяце решат все бумажные вопросы, то с октября ученики 4-й школы начнут питаться по новому меню. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.